Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Геймс и мы продолжаем играть в Секрет Генри. Чем ближе выпускные, тем занятия в лицее интенсивнее. Прошедшая неделя была очень сложной, и Лайли было непросто успевать за всем. Надеюсь, что она не будет падать духом, особенно учитывая все усилия, которые она приложила, чтобы наверстать упущенное. У-у-у, какой жуткий был урок, и я уж думал, он никогда не закончится. Да, преподша решила не давать нам спуску. Ну да. Так я и думал, она начинает сомневаться в своих возможностях. Эй, не переживай, на остальных уроках тебе же все удалось без проблем. Она пытается изобразить улыбку на лице. Я беру ее за руку и пытаюсь найти слова, чтобы подбодрить. У нас осталось еще несколько дней на подготовку к экзаменам. У тебя уже приличная база, все пройдет хорошо. Да, но все-таки, что будет, если я завалю экзамены? Если мне попадется тема, которую я не знаю? Мы постараемся сделать так, чтобы ты знала все темы. Тебя послушаешь, кажется, что все просто. Это потому, что я знаю, что ты не можешь провалить выпускные экзамены. Ты же мне веришь? Ее лицо просияло от облегчения. Да. Хорошо. Так-то лучше. Что от тебя хотела Джессика? Понятия не имею. Кажется, она потеряла ручку. Кстати, все это очень странно. Она подошла ко мне спросить, не видел ли я ее ручку-талисман. Я опускаю руку в карман в поисках телефона. Черт! То есть? Я смотрю в сумки, но его тоже там нет. Я потерял телефон. Ты не мог оставить его в классе? Не знаю. Подожди меня здесь, я схожу посмотрю. Я бегу в класс, надеясь, что он еще открыт, а телефон там. Я вихрем залетаю в класс. Ты не это ищешь? Джессика в классе одна, и у нее в руке мой телефон. К счастью, он защищен довольно сложным паролем. Она подходит ко мне, и у меня возникает плохое предчувствие. Ее глаза светятся опасным и нездоровым блеском. Все совсем не так, как прежде. Она уже не считает меня беззащитным гиком, над которым можно было насмехаться, когда вздумается. Не собираясь возвращать мне телефон, она играет с ним и вызывающе смотрит на меня. Ну что, значит у вас с Лайлой все серьезно? Вы действительно встречаетесь? Похоже на то. Разве тебя это касается? А что же она такого нашла в тебе, чего я не заметила? Энза считает, что ее интересуют твои деньги, но я же не дура. Эта идиотка слишком честна, чтобы думать о таких вещах. Она продолжает подходить ко мне, провокационно нарушая мое личное пространство. Затем она начинает меня вульгарно осматривать с головы до пят. А ты и вправду хорошо сложен. Джессика, чего ты хочешь? Я? Ее наигранная невинность выводит меня из себя. С первого взгляда она кажется красавицей, кружащей голову многим парням. Но если мой взгляд задерживается на ней более двух секунд, меня начинает тошнить. Я отступаю на шаг назад, чтобы восстановить между нами приличную дистанцию, но она делает два шага вперед. Я оказываюсь прижатым к стенке. Я просто хочу немного поразвлечься и хорошо провести время. Если Лайла так в тебя влюблена, значит, у тебя должны быть какие-то скрытые таланты. Думаю, меня сейчас вырвет. Будь ко мне более снисходительным. Ты сейчас это говоришь, но вот увидишь, очень скоро ты изменишь свое мнение. Неожиданно она начинает прижиматься ко мне. У меня мурашки по телу. Я хватаю ее за запястье, когда она пытается прикоснуться к моему лицу. Генри? Вот черт. Я поворачиваюсь и в дверном проеме вижу застывшую в ужасе Лайлу. Мгновение спустя она убегает по коридору. Я резко отталкиваю Джессику, вырывая у нее из рук свой телефон. Лайла? Ну что, ты не побежишь за ней, чтобы сказать, нет, это не то, что ты думаешь. На этот раз к Джессике подхожу я. Меня трясет от бешенства. Я застаю ее врасплох, хватая за руку и прижимая к стене. Наши роли поменялись. С лицом перекошенным от гнева я совсем близко от нее. Но она не боится и продолжает вызывающе на меня смотреть. Если ты думаешь напугать меня этим. Я ударяю кулаком в стену всего в каких-то двух сантиметрах от ее уха. Это заставляет ее замолчать. Предупреждаю, не приближайся ни ко мне, ни к Лайле, ни к нашим друзьям. Иначе, уверяю тебя, я сделаю все, чтобы ты очень об этом пожалела. Меня тошнит от твоего поведения безмозглой девчонки. Ты полная дура. Пора бы уже и повзрослеть. На этих словах я оставляю ее и выбегаю из класса. Надеюсь, что смогу догнать Лайлу. Лайла! Черт побери, как же ей теперь все объяснить? Я замечаю ее в конце коридора. Быстрым шагом она направляется к холлу лицея. Ее поступь все-таки не может сравниться с моими натренированными огромными скачками, так что мне удается довольно быстро ее нагнать. Лайла! Я хватаю ее за руку, вынуждая повернуться ко мне. Прямо передо мной возникает ее заплаканное лицо. Лайла! Обнимаю ее. Я так взволнован. Лайла, я... Это не то... Да, знаю. Это не то, что ты думаешь. И я понимаю это. Я же видела, что за цирк она устроила. И я же все-таки доверяю тебе. Я бережно беру ее голову руками. Но что же тогда происходит? Я просто злюсь. Мне просто противно. Генри, она же так прижалась к тебе. Она была почти в твоих объятиях. Меня тошнит от этого. Она вся на взводе. Лайла, прости меня, она обвела меня вокруг пальца. Эта девчонка вызывает во мне только отвращение. Я знаю, не переживай. Я просто ревную. И все. Видеть, как эта стерва кладет на тебя руки, касается тебя. Эй, все в порядке. Если тебя это успокоит, я не позволил ей трогать себя. Эй, думаю, что я просто вымоталась. За последний месяц было так много эмоциональных всплесков. Она успокаивается. И я знаю. Она обнимает меня, и я тоже прижимаю ее к себе посильнее. Что ей нужно было на этот раз? Она хотела узнать, что ты во мне такого нашла, чтобы... чтобы встречаться со мной. Пф. Она действительно настоящая дура. Если бы все девушки видели тебя моими глазами, они бы все были у твоих ног. Я немного отступаю назад, чтобы посмотреть на нее. Она больше не плачет, даже если глаза еще блестят от слез. Знаешь, в какой-то миг я очень испугался. Испугался, что я не поверю тебе? Я киваю головой. Какая чепуха. Может, я и наивна, но далеко не глупа. И кроме того, как я тебе уже сказала, я доверяю тебе. В это время дня в школьном коридоре никого обычно нет. Я наклоняюсь к ней, чтобы поцеловать. Уже несколько дней я не могу ее по-настоящему поцеловать. Делать это открыто у всех на виду, мне не особенно нравится. Как же мне этого не хватало. Я отрываюсь на миг, чтобы взглянуть на нее. Ее глаза все еще закрыты, а щеки налились румянцем от возбуждения. Я провожу пальцами по ее щеке, по губам. Она открывает глаза и, переводя дыхание, смотрит на меня. Генри, поцелуй меня еще раз. Я не заставляю себя долго ждать и снова завладеваю ее губами. Надеюсь только, что в коридоре никто не появится. Пусть наш страстный поцелуй продлится подольше. Как же я люблю ее. Скоро я признаюсь ей, что являюсь Джеем, и тогда смогу сказать, насколько сильно я люблю ее. За моей спиной слышны шаги. Черт. Я поворачиваюсь и вижу изумленную Джессику. Боже мой, я так хотел остаться на какое-то время в покое, а тут опять передо мной эта девчонка. В то же время. Она же была еще в классе, когда я оттуда уходил. Это логично, что она должна была пройти по этому коридору, чтобы выйти из лицея. Какой я дурак, что не подумал об этом раньше. Однако она опускает глаза, ускоряя шаг, чтобы выйти в холл. Может мне это только показалось, но похоже, что она даже покраснела от смущения. Надеюсь, что застав нас целующимися, она поняла, что я в тебе нашла. Тем временем она воздержалась от комментариев. Ладно, пойдем, я провожу тебя. Лайла, Генри, вот, наконец, и вы. Жасмин встречает нас, и теперь мы вчетвером сможем приступить к нашей усиленной подготовке к экзаменам. Клеман сидит за столом в гостиной. Моя подружка уже заставила его заниматься. Приветствую вас. Готовы классно провести время? Он имитирует какой-то дурацкий танец сумасшедшей радости. Потом резко останавливается и бьется головой об стол, всем видом показывая, как он несчастен. Да ладно, Клеман, вот увидишь, вместе заниматься будет интереснее. Ты даже не заметишь, как пролетит время. Генри сдержал свое слово. Как когда-то для меня, Генри подготовил для всех небольшие упражнения. Клеман несколько раз ответил такую абракадабру, что мы покатывались со смеху. Однако, несмотря на эту эйфорию, нам удалось выучить и запомнить все гораздо легче. Я так рада, что Клеман смог так хорошо продвинуться, усвоить и запомнить столько материала за каких-то несколько часов. Окей, думаю, мы можем на этом остановиться. Как я рада, что мы так классно позанимались. А что у нас на ужин? Утром я замариновала мясо в соусе по своему собственному рецепту, так что у нас будет барбекю. Обожаю, когда ты так говоришь. Мальчики, вы могли бы нарезать овощи на кухне? Мы с Лайлой наведем порядок в гостиной. Окей. Парни уходят, и мы же за СМИ настаёмся наедине. Я даже не ожидала, что мы сможем так эффективно поработать сегодня. Генри – настоящий педагог. Ему даже удалось загрузить информацией голову Клемана. Это же настоящий подвиг. Да, я тоже с ним многое узнала. Хм, то есть... Она наклоняется ко мне? Что это за игривая улыбочка? Что? Что? Игривая улыбочка? С чего ты взяла? Судя по твоей улыбке, ты узнала с ним гораздо больше, чем нужно для подготовки к выпускным. Фф, какой бред. Конечно, но складывается впечатление, что ваша подготовка проходит довольно... пикантно. Как всегда, мне ничего не удаётся скрыть от подруги. Ну что ж, я один раз действительно воспользовалась ситуацией, и нас немного... занесло. Оооо, это случилось? Ну, наконец-то, вы же... Нет. Я вздыхаю. Он предпочитает подождать. Что? Ты хочешь сказать подождать? Как? До свадьбы, что ли? Нет. Подождать несколько дней. А пока наслаждаться простыми отношениями, сосредоточившись на выпускных. И всё такое. Какой джентльмен. Любой на его месте уже давно бы прыгнул на тебя. Проблема в том, что в нашей паре именно я прыгаю на него. Мы дружно смеёмся, и мне очень приятно поболтать об этом с подругой. Тем не менее, он прав. Лучше не расслабляться, потому что меня начинает уже трясти от одной мысли о выпускных. А ты не переживаешь? Да, я тоже переживаю. Но сегодняшний вечер для того и организован, чтобы мы отдохнули. Так что давай хорошо проведём это время. А ведь ты права. Эй, девчонки, мы нарезали все овощи, которые попались нам под руку. Я голодный, как волк. Тогда пойдём со мной. Ты можешь накрыть на стол, а я начну готовить. Да, шеф. Как вкусно пахнет. Да. У меня тоже начинает урчать в животе. Мы садимся за стол и поднимаем стаканы. Давайте чокнемся. Да. За успешную сдачу выпускных. А у меня для вас новость. Ну, вас, мальчики, это не совсем касается. Жасмин поворачивается ко мне и начинает прыгать от радости. Лайла, мы выиграли конкурс. Нас выбрали для того, чтобы встретиться с Джеем. Правда? Какой конкурс? Мы участвовали в лотерее, чтобы пойти на приватный концерт Джея и встретиться с ним лично. Выбрали всего 20 человек. Генри чуть не поперхнулся. Ух, ну что ж, тебе повезло. Ну, вам обеим повезло. Я рад за тебя, Жасмин. Подруга прыгает от радости. Мы наконец-то встретимся с ее кумиром. Мы классно провели вечер, и это всем нам пошло на пользу. Подготовка подготовкой, но отдыхать тоже важно, если мы хотим нормально работать. Вечер заканчивается караоке, и даже если Генри напрочь отказался петь, мы все равно здорово повеселились. Затем мы пошли спать, причем даже не очень поздно. У меня такое чувство, что сердце стучит просто оглушающе громко. Несмотря на усталость, уснуть не получается. Сон никак не может одолеть меня сегодня. Я слышу, что Жасмин спокойно спит. Ей не понадобилось и пяти минут, чтобы заснуть. Все мысли снова о Генри. Интересно, может, ему тоже не спится? Долго не раздумывая, я тихонько встаю с кровати, захватив с собой подушку. В полном мраке я спускаюсь по лестнице, стараясь не шуметь. Однако в такой темноте это не так-то просто. И, естественно, я спотыкаюсь о какую-то мебель, о местонахождении которой даже не подозревала. С ужасным грохотом я позорно заваливаюсь на эту самую мебель. С карьерой ниндзя можно точно попрощаться. Зажигается свет. Лайла? Но что ты тут делаешь? Может, мне еще далеко до искусства ниндзя, но это стоило того. В спортивных штанах и с обнаженным торсом Генри подходит ко мне, чтобы помочь подняться. Естественно, на нем нет очков. Как ты? Ты хотя бы не ударилась? Нет. Кажется, ты не разбудила Клемона и Жасмин. Он встает и ставит руки в боки. Ну что, по какому случаю я удостоен этого ночного визита? Ну, как сказать. Мне не спится, и я думала, удается ли это тебе. Какая дурацкая отговорка. Но ничего другого не приходит в голову, и в любом случае он не дурак. А, Лайла, все разошлись по кроватям всего десять минут назад. Всего десять минут? А я-то думала, что уже прошли часы... Да. А зачем подушку взяла? Эээ... Генри вздыхает, закатывает глаза и нежно мне улыбается. Он протягивает мне руку. Ладно, пойдем. Как классно! Проигнорировав его протянутую руку, я прыгаю на разложенный диван-кровать. Я буду спать с Генри. Я весело раскрываю ему свои объятия, чтобы он присоединился ко мне. Эй, это моя кровать! Он тоже смеется, опускается в мои объятия и целует меня. Я сжимаю руки на его спине, которые теперь могу гладить сколько угодно. Он выпрямляется. Лайла, я тебя предупреждаю, не сегодня ночью. Я закатываю глаза. Да-да, знаю. Я просто хочу немного побыть с тобой. Немного. Скорее, много. Я буду целомудренной. Если ты тоже будешь сдерживать себя. Ха-ха-ха-ха! Он ложится на бок, облокачиваясь локтем на подушку и поддерживая голову рукой. Не отрывая от меня глаз, он натягивает на нас одеяло. В таком положении мы еще долго болтаем. Я аккуратно слежу за своими руками, чтобы не податься ужасному искушению, коснувся его тела. Мы оба знаем, что если мы хотим избежать недоразумений, лучше постараться как можно меньше целоваться и обниматься. Так, лишь немного, для отчетности. Время от времени он гладит меня по щеке и убирает прятки волос за ухо. Установленные нами ограничения мне подходят, и мне удается сдерживать свой пыл. Я так рада, что буду спать сегодня рядом с ним, что некоторые жертвы оправданы. Потихоньку я чувствую, как на меня нисходит сон, и я засыпаю. Слышу пение птиц за окном, и шелест страниц какой-то книги. Я открываю глаза. Генри? Да? Его голос доносится справа от меня. Он сидит рядом в кресле с книгой в руках, уже одет и причесан. А я-то думала, что застану его еще сонным, со взъерошенными волосами. Я не встаю, а еще больше закутываюсь в одеяло. Мне так хорошо. Ты уже давно встал? Он откладывает книгу и подходит ко мне, садясь рядом на кровать. Примерно час назад. Остальные еще спят, еще довольно рано. И ты все это время читал? Да, пытался, по крайней мере. Но меня тут кое-что отвлекало. Я улыбаюсь ему. Никогда еще так долго не читал три страницы. От мысли, что Генри смотрел, как я спала, у меня просыпаются бабочки в животе. Он гладит меня по щеке. Я все еще лежу. Хорошо спала? Я потягиваюсь. Как младенец? А ты? Ха-ха-ха-ха. По-моему, у меня были ночи и поспокойнее. Но было очень приятно. Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в губы. Я встаю. Постараюсь пойти забрать свои вещи из комнаты, Жасмин. Я присоединяюсь к Генри в гостиной после того, как возвращаюсь из комнаты, Жасмин и душа. Он уже сложил диван-кровать и поправил покрывало. Устроившись на диване, он снова погрузился в чтение. Он взглянул на меня счастливый. Я усаживаюсь к нему на колени. Подогнув под себя ноги, я прижимаюсь к его груди и закрываю глаза. Он просто обнимает меня, продолжая читать. И я засыпаю. Все, ребят, здесь мы с вами останавливаемся. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ребят, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok